Здравствуйте, друзья! С вами Дина, добро пожаловать на мой канал «Коллекция Рецептов». Сегодня приготовим нечто среднее между джемом и желе, на очереди малиновый конфитюр, но не обычный, а с апельсином и кедровыми орехами. У меня 1,5 кг сухой свежесобранной малины, мыть ее не нужно, достаточно перебрать. Засыпаем малину в кастрюлю, чередуя с 1 кг сахара. Чуть-чуть сахара от общей нормы оставим, чтобы смешать с пектином. Туда же отправляем цедру двух крупных или трех небольших апельсинов, пропорция 1 апельсин на 0,5 кг малины, и выливаем в кастрюлю свежевыжатый сок от этих же апельсинов, у меня получилось 300 г сока. Ставим кастрюлю на плиту и на среднем огне прогреваем до начала кипения. Тем временем, оставшийся сахар смешиваем с 20 г пектина и пакетиком ванилина или ванильного сахара, лучше, если есть стручок натуральной ванили, но у меня такого в данный момент нет. Кроме этого, нам понадобятся кедровые орешки, у меня 200 г, я их предварительно не обжаривала. Если у вас нет орехов или вы считаете, что это очень дорого или вовсе ни к чему, можете пропустить этот ингредиент. Периодически и очень аккуратно перемешиваем малину до растворения сахара. Когда сахар растворится и малина окажется в сиропе, перемешиваем ее методом встряхивания кастрюли и таким образом, прогревая, доводим до кипения. Как только варенье закипит, всыпаем орехи, снова доводим до кипения и добавляем желирующий сахар. Аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой до растворения сахара и как только варенье снова потихоньку закипит, засекаем 2 минуты и будем разливать по банкам. Для этого конфитюра я обычно использую стерилизованные баночки объемом 250 мл, крышки тоже не забываем заранее прокипятить. Спустя 2 минуты слабого кипения, разливаем конфитюр в сухие банки, герметично закатываем крышками и, не переворачивая их, даем остыть при комнатной температуре. Из этого количества продуктов получается 2,5 литра бесподобно вкусного и ароматного конфитюра. Конечно, если вы не будете использовать орехи и у вас получится отличное от моего количества апельсинового сока, то выход готового продукта может быть другим. Остатки, как обычно, сливаем в креманку и после остывания покажу, что получилось. Конфитюр желеобразный, средней густоты, очень ароматный, в меру сладкий, с приятным ореховым послевкусием и легким цитрусовым ароматом. Такой конфитюр прекрасно подходит для прослойки тортов, приготовления десертов, его можно подать с мороженым или просто с булочкой к чашке чая. Друзья мои, готовьте с любовью и наслаждайтесь всю зиму живыми витаминами, вспоминая теплое, щедрое лето! Постарайтесь приготовить для себя и своих родных хоть несколько баночек такой чудесной витаминной заготовки, повышающей иммунитет. Желаю всем приятного аппетита и крепкого здоровья! Если хотите сохранить этот рецепт, не забудьте поставить лайк! Остались вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу! Кто еще не подписан, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео! Если вы ищете интересные рецепты различной консервации, для вас на канале есть отдельный плейлист. Ссылка на экране и в описании. С вами была Дина и канал Коллекция Рецептов.